Добрый день, уважаемые студенты! Хочу вас приветствовать на курсе Организация баз данных и знаний, который изучается в рамках подготовки специалистов по эти направления. Организация баз данных и знаний является одной из базовых дисциплин, на знаниях, полученных в результате изучения которой базируются следующие основные профильные дисциплины, такие как проектирование информационных систем, те, которые касаются проектирования веб-приложений и моделирования систем в их общем виде. Поэтому изучение этой дисциплины является одним из основных этапов становления вас как специалиста в области IT-проектирования. Целью данной дисциплины является владение знаниями и навыками проектирования информационных систем на основе баз данных. В результате изучения данного курса вы научитесь проектировать базы данных, это концептуальное, логическое проектирование, моделировать физическую схему базы данных, как будут храниться ваши данные на файловой системе, а также рассмотреть аспекты определения функционального назначения вашей системы и как эти функции реализовать с помощью языка запросов, которые позволяют получить пользователю информацию, хранящуюся в базе данных в том или ином виде по тем или иным критериям поиска. Хочу порекомендовать вам некоторые моменты по изучению курса. Курс разбит на несколько разделов, каждый из которых разбит на тему. Темы являются логически законченными кусочками материала. Рекомендую изучать их вам поэтапно. После прохождения теоретического материала можно почитать дополнительную литературу, поконтролировать себя путем выполнения тестовых заданий, вопросы для самоконтроля, получить практические навыки по моделированию предметной области, получению схем данных, вы сможете выполнить практические задания. Очень интересным и полезным является такое задание, как виртуальный тренажер, который позволит вам поэтапно, повторяющимся способам научиться определять сущности, связывать и сущности эти, определять атрибуты, то есть свойства, и таким образом строить схемы модели данных. По итогу вам будет предоставлено тестирование. Хочу отметить, что в тест итоговый попадут все материалы, которые были протестированы вами на протяжении изучения курса. Также отдельным аспектом является выполнение курсовой работы. Этот вид работы разбит также на этапы, которые позволят вам постепенно выполнить задания. Также это будет намного проще выполнить, поскольку мы сможем проследить ошибки, если такие будут, и вовремя их исправить. Для того, чтобы вы получили доступ к итоговому тестированию, вам необходимо выполнить задания в объеме 60% в каждом из разделов. Также прошу вас обратить на это внимание. В системе вам будет предоставлен предварительный график, на который можно ориентироваться, но в основном так обращаю ваше внимание на то, что вы сами планируете свое рабочее время, так, чтобы вам было удобно и вы не затягивали с выполнением тех или иных объектов. На этом экране вы видите контактную информацию у меня о лектора курса. Также прошу, если у вас возникают какие-то вопросы, связываться со мной в системе дистанционного обучения путем переписки. Желаю вам удачи и увидимся на занятиях. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok